Золотая маска Актеры театра Даниил Бугамолов, Алина Костёк и художественный руководитель Денис Бакурадзе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что насчет престижа и ответственности? Чего больше-то все-таки в этой премии? Вот Денис, как художественный руководитель театра, есть, наверное, да, вот это некоторое внутреннее чувство счастья от того, что признали, увидели, отметили. Ну, я не скажу, что там чувство счастья вот на первом месте, потому что я понимаю, что в первую очередь, когда тебя номинируют, что впереди огромная еще работа теперь предстоит, потому что нужно будет поехать в Москву, сыграть для жюри этот спектакль. И, конечно, это колоссальное чувство ответственности, потому что, конечно, попасть в номинацию – это уже престижно, это уже дорогого стоит, да, потому что из огромного количества спектаклей, 700 с лишним отобранных, отобрали всего несколько, вот в их число попал наш спектакль «Таня Таня» по пьесе Ольги Мухиной. Ну, теперь впереди будем работать дальше. Когда вы едете в Москву, есть ли уже готовая дата, когда вы выступаете и в каком театре? Нет, даты пока нет. Театр сейчас определяется, но это будет в период с 15 марта по 15 апреля 2016 года. Вот в этот период, я думаю, до Нового года с числом мы уже как-то определимся, согласуем, будет понятно. Пока сейчас только период понятен, в какой надо ехать. Ну, вот театр недавно отметил, поговорим тоже, да, о прошедшем юбилее театра, 45 лет. За 45 лет это впервые, да, такая вот номинация на «Золотую маску», то есть это тоже такая приятная галочка, да, наверное, в истории театра. И случилось это с вашим присутствием, с присутствием актеров молодых, Данил Богомолов, Олен Костюк. Вы-то сами как смотрите на это, что приложили рук, руки, головы, да, все приложили, в принципе, все свои таланты и данные для того, чтобы спектакль состоялся и был номинирован? И друг на дружку. Когда я разговаривал, мы с мамой тоже обсуждали, и мы так, как бы, непонятно, какого размера должна быть радость в этой ситуации, потому что, как бы, понятно, что это, да, престижно, это очень ответственно, но насколько это должно быть радостно внутри, нет этого осознания, возможно, еще понимания, насколько вообще это важно, важно это событие. Да, и в жизни театра, и в жизни каждого актера. Хорошо. Олен. Ну, здорово внутри, вот прям. Есть такое, некоторое чувство, вау, что, да, вот мы работали, мы трудились, и вот так случилось. Ну, у меня, когда вот мы были у вас в студии, и все это случилось 3-го числа, первым делом вот нас там, нас что-то спросили, и вот я сказала такую фразу, что ощущение чудо, и что Бог есть, потому что действительно каждому дается по его труду. Я в это искренне верю. Потому что, если не лукавить и честно делать свою работу, то рано или поздно воздастся. И вот. Всемирный день философии сегодня. Да. То есть, если и наоборот, то тоже воздастся. А, ну, если филонить, это да. Да. Да, то есть, в общем, собственно, мы куда-то движемся очень активно, вперед, не куда-то, а вперед. Вот, поэтому, ну, поэтому это такой этап. Вот сегодня так. Давайте еще раз обсудим номинации, потому что номинаций много, 6, если я ничего не путаю, да, по 6 номинациям театра представленных. Самих номинаций 5, ну, давайте я скажу, номинирован спектакль «Малой формы», раз, да, потом номинирован режиссер «Это я», это два, номинирована на лучшую женскую роль Юлия Бакурадз за роль Тани, дальше номинирована, вот как раз вот пятая номинация за лучшую мужскую женскую роль второго плана, но они объединены, это одна номинация «Лучшая роль второго плана», там нет мужская и женская. Не делится, да. Лучшая роль второго плана, это вот Алина и Даниил, и лучший художник по костюм Елена Соловьева. То есть, как таково, номинации 5, а номинированных 6. За счет вот этого получилось, понятно. Насколько, знаете ли вы, с кем вы соперничаете, да, какие еще театры представлены как спектакль «Малой формы», и, ну, знаете ли вы, смотрели, пытались ли найти на сайте или где-то, чтобы тоже посмотреть, что это за спектакль, и вообще нужно ли это отсматривать своих конкурентов. Нет, очень хотелось бы, конечно, посмотреть спектакль, но дело в том, что вот фестиваль из-за того, что он идет там целый месяц, даже больше, да, он не предполагает нахождение в Москве весь период и отсмотр спектаклей своих конкурентов или там друзей, не знаю, но вот спектакль, который номинирован. Смотреть, конечно, бы очень хотелось, но вот я, честно говоря, даже еще и до конца и не смотрел там, ну, я знаю, «Марчелли», «Вишневый сад», да, еще какие-то там… «Марчелли», по-моему, «Месяц в деревне». «Месяц в деревне», «Марчелли», да, у «Марчелли» месяц в деревне, еще. Вообще конкуренция в театре в современном нынешнем, конкуренция, она имеет место быть? вот такая как бы что для зрителя быть лучшими и зритель вот вот нет в этот я не пойду я вот к этим пойду их вот на маску номинировали наверное они круче как то есть такая конкуренция или это условности все равно зритель выбирает там душой и сердцем как вы считаете алина вы как думаете мне кажется у всех просто свои предпочтения я знаю людей которые с которыми нас связала судьба совсем недавно и мой театр пришел к ним вот на медни жизнь а до этого они посещали другие театры им это тоже очень нравилось то есть это дело вкуса мне кажется ну возможно что то что то конечно увеличивает зрительский приток какие-то там слова и фестивали и прочее без этого тоже никак потому что нет мне кажется безусловно те кто театр допустим могут совсем не знать и тот момент что он там да номинирован на такую престижную премию это все равно будет лишний повод прийти если до этого может быть даже этот зритель бы не пошел в театр то тут уже ради интереса даже просто сходить потому что когда даже мы бывает выбираем какие-то неизвестные фильмы чтобы посмотреть и мы вдруг видим что он там номинирован на какие-то премии нам сразу становится более интересно и мы хотим посмотреть что это за фильм хочется тоже к зрителю к нашему обратиться есть у нас фрагменты спектакля тани таня который как раз таки номинирован по пяти номинациям и шести человек единицам да давайте посмотрим и вернемся к обсуждению зима я не тот кто тебе нужен я люблю тебя слабых ты погибнешь со мной зима я тебя полюбила какой тебе нужен тебе нужен богатый муж а я ни с чего я даже пойми охлобысты зима это очень хорошее имя для котенка зима у тебя такие ноги что с такими ногами просто нельзя со мной жить с такими ногами зима я хочу за себя замуж я нищий убогий человек но приглядись внимательно но вору при глазах я всегда все вижу когда я безоружно ну не люблю я этих разговоров зима тихо ну иногда надо быть давай лучше вылепим а почему люди не летают как птицы вот когда репетируется спектакль вот всегда всегда интересно никогда же наверное изначально нет такой задумки что ой надо вот там коммерческий какой-нибудь сделать такой ход секой ход или да там что вот вот жюри вот это любит обычно да там на фестивалях давайте вот так все сделаем это же нет это же на самом деле все так и есть а также оказывается интересно чем актеры думают да какие какие-то ходы потому что когда я вот ставлю для делаю создаю спектакль у меня одна единственная мысль как решить сцены, как найти какие-то варианты, которые больше раскроют этого персонажа, этого персонажа и так далее. Конечно, никаких мыслей, вот это честно, о том, что так, я сейчас делаю спектакль, мы его повезем там на маску, или там делаем спектакль, повезем туда-то. Никаких мыслей абсолютно нету, потому что это уже, если ты вот честно выполняешь свою работу, если ты делаешь, если ты создаешь от души то, что ты создаешь, спектакль, то тогда, наверное, потом уже его начинают приглашать, замечать, отмечать и так далее. Но все поэтапно. Может быть, кто-то и создает спектакль целенаправленно, зная, что кто будет отсматривать, какие вкусовые предпочтения. Тоже не исключено. Да, но это вот не в нашем случае так вот получается. Но я знаю, что есть и такие варианты. А это честно, как бы, с точки зрения, с художественной точки зрения и с точки зрения искусства? Такой подход. Да нет, а почему? Честно, в искусстве, вот как мое свое мнение, нету правильно-неправильно, хорошо-плохо. То есть у каждого свой подход. Сколько людей, столько мнений. А тем более о вкусах не спорят. Кому-то нравится так, кому-то нравится эдак. Это не математика, где 2х24 и тут никуда не денешься. Кто-то создает специально для какого-то круга людей. Ведь есть театры, которые целенаправленно работают, создавая спектакли для узкого круга зрителей. Они знают, у нас есть вот такой круг, есть контингент, вот мы на него работаем. Им хорошо, что есть мы, нам хорошо, что есть они, да? Сибирь. Да, и они не пытаются выйти, допустим, на широкую публику. Один из экспертов, когда приезжали, он сказал, что есть театры, которые целенаправленно знают, что этот спектакль мы создаем на кассу. Все, это никакой не фестивальный, никакой там не гастрольный, нет. Мы его создаем на кассу, чтобы зарабатывать деньги, да? А есть, этот же режиссер говорит, а теперь мы создаем спектакль, который мы будем продвигать на фестивале. Для души, да? Для кошелька и для души. Но у некоторых просто нет другой возможности существовать. Нет, ну, наверное, и то, и то должно быть. Алин и Данила, у меня к вам вот еще какой вопрос. К вам обоим один и тот же. В свое время вы работали в театре драмы здесь, в Самаре, и все-таки случился у вас вот этот переход, этот момент, что вот, ну, не в уменьшение заслуг, да, театр, студия, грань будет сказано, тем не менее, Махина, академический театр, глобальный, да, там, один из главных областных театров, тем не менее. Перешли, вот, под крылышко к Денису. Что такое произошло? Почему? Там какие-то возможности, вот, в театре грань здесь уже, да, не там, а для вас здесь. Какие-то возможности, которые не удалось реализовывать себя, как талант в театре драмы? Почему? Ну, всем интересно, почему вы ушли из Большого театра в небольшой, и из Большого города в небольшой город? Все равно, как ни крути, придется отвечать. Я первая ушла. Ты первая. Я первая ушла, мне первая отвечать. За свой поступок. Да. Ну, в общем-то, собственно, все произошло очень естественно. Вот, и мне там тоже давали играть роли, и потом просто закончился контракт, три года. Ну, вот, и случилась эта встреча, когда нам сказали, с кем его продлевают, а с кем нет. Со мной его не продлили. И, ну, к тому моменту у меня уже был Денис Сергеевич в театре грань. К тому моменту мы уже выпустили. Два года я уже там работала. А Сефер Тельвера Антольевна выпустила, да, последний свой спектакль. И Фрекинджури. И Фрекинджури мы уже сделали. Да, поэтому вот как-то вот так вот случилось, и вот, вот я здесь. Все. Ну, и хорошо, да? Это прекрасно. Да нет, ну, вот у вас же вообще была такая история, вы вообще прямо у нас в драматическом театре, все главные мужские молодые роли, и Макбета, и все, вот это вот такая была история интересная. Скажу, что прям все главные мужские молодые роли. Ну, пусть не все, но много, ценили. Да, тут у меня, конечно, сложнее немножко был переход, и он происходил внутренне дольше. Ну, такой вопрос просто, почему? Потому что Денис Сергеевич Букурадзе убедил меня, и я доверился ему. Денис Сергеевич, часто ли вы в рейды за артистами молодыми выходите по театрам? Нет, это вообще опасно для здоровья. Для всех, не только для людей. Насколько у вас в театре идет вот этот набор молодых, немолодых, то есть есть ли вот эта градация, что там молодые нам нужны, или нам просто хорошие нужны? Знаете, вот сформировался как костяк, он, это произошло как-то вот, я не скажу, что спонтанно, нет. Потому что когда Даниил сыграл во «Фрёкин жюли», мне действительно очень захотелось, чтобы этот актер работал в нашем театре. У меня были... Мне захотелось тоже работать в этом театре. Планы, которые... Я думал сделать одну работу, другую, третью, да, и я нисколько не жалею о том, что и Алина с нами, и Даниил, и Любовь Тювилина, которая ушла из театра «Самарт», Юлия Бакурадзе ушла из театра «Самарт», и два выпускника, которые учились на курсе, где я преподавал, Сергей Позняков, Александр Овчинников. Вот костяк шесть человек. По большому счёту мы можем что угодно ставить, делать, фантазировать, и фантазируем, и вот сейчас спектакль «Корабль дураков», который как раз... Да, поговорим обязательно. ...юбилейный спектакль. Там вот эти шесть актёров играют 23 роли, да, и я считаю, у них это блестяще получается с точки зрения актёрской. И совершенно... Вы сами не считали, да? Да. Ну, я посидел на досуге. Что вы там играете? И, понимаете, и как, конечно, вот труппа сложилась таким образом, что да, нам нужен ещё, там, может быть, актёр, один актриса, да, но всё равно нужны больше единомышленники. Поэтому, конечно, возрастной вот этот вот контингент у нас сейчас вот актёров от 22 до 30, вот, да, вот в этот промежуток как раз все они укладываются. Название театра, да, есть слово «студия». Что это значит, как бы, какие грани раскрывает это слово для театра? То есть мы можем больше где-то поэкспериментировать, мы можем что-то как... Для чего это слово и оправдано ли оно? Оно, наверное, исторически сложилось. Оно исторически. Оно изначально было, это слово. Театр-студия, он так и создавался, как театр-студия. Потому что студия для нас — это поиск, открытие, эксперимент, проба. Проба, которая не всегда обязана заканчиваться успехом. Это может быть и право, да? То есть это то, что даёт возможность развиваться. Ну, вот оно так было исторически заложено, это слово, так оно и идёт. Театр-студия, театр как эксперимент, театр как открытие внутри актёров, режиссёра и так далее, так далее. Данила Лавиновна, шалить нравится на сцене? Павловцы, нравится? Да, мне кажется, вам очень нравится. Да, вот в этом новом спектакле, там мы, конечно, нашалили на два с половиной часа. Но это же тоже своеобразный был поиск, да? То есть вот то, как раз, о чём мы сейчас говорим. Непосредственный. Что-то, я знаю, что актёры часто сами что-то предлагают, да, режиссёру, и уже режиссёр потом делает некий отбор, да, что это оставляем, это не оставляем. Вы тоже что-то несли в этот спектакль, да, из дома, домашнюю работу выполняли? Да, выполняли. Вопрос, как выполняли. Да, нет, особенно хочется отметить Сергея Познякова, который очень много приносил, да, у него это... Да, Сергей просто молодец. Как бы его, вот это его жанр, что ли, я не знаю, его... Его стилистика, для него это большое-большое открытие, но я хочу сказать, что каждый спектакль, который мы берём, вот Фрёкин-Жули, Сартер или Таня-Таня, вот сейчас «Корабль дураков», всегда репетиции проходят по-разному, то есть всегда подход совершенно разный, ну, так материал диктует, да, не потому что я сижу и изобретаю, а давайте вот так порепетируем, или так, материал такой, и вот «Корабль дураков» первые, там, три или четыре месяца ребята должны были приносить наблюдения по поводу персонажей, которых они собираются играть, да, и они приносили, смотрели, приносили, 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 да, то есть здесь была огромная, конечно, самостоятельная работа, у всех шестерых актёров была большая-большая работа, то есть здесь действительно, и они могли предлагать всё, что угодно, да, их никто не ограничивал, пожалуйста, чем больше вы разнообразнее предложите, тем больше разнообразнее будет ваш же образ в спектакле, поэтому вот то, что получилось, конечно, можете оценить, вы зрители. Вот мы зрители, по первым даже вот фотографиям, которые были выложены в соцсети с юбилея театра, да, из премьеры спектакля «Корабль дураков», но я думаю, что в следующем году, ну, заявляться на золотую маску, на костюм, вот уж точно, да, вот, можно будет. Давайте смотреть, есть фрагмент этого премьерного спектакля, удивительного, ещё, наверное, не все успели посмотреть, вот такую небольшую затравочку для зрителей, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что такое? Ну где пернета? Ну что такое? Меня ломают, ночи нет. Приди ко мне, побудь со мной. Ну где пернета? Ну что такое? Болит, что свел нас сатана. Крычь, только ной да скрипит. Борчит, вырчит, сопит, скрипит. Пускай ветры да пропит. Иных я радости не знаю. На звёз такой газоте, родная. Мне душу извело тоскою. И день и ночь страдаю я. Так отчего, душа моя? Скажи скорее, в чём же дело? Ведь я всегда тебя любил. Скажи, когда-нибудь я бил или бронил тебя, мой свет? Был груб с тобой. Ах, да нет. Так что с тобой тогда такое? С чего ты мочешься тоскою? Скажи, я может помогу? Нет, ты не сможешь. Не смогу? Имеешь ты в виду, что я к любовному труду остыл? Твой сад копать устал? Нет, ты это сам сказал. Сам нужное промолвил слово. Ну, не могу я. Что ж такого? Кто не способен сад копать, тот может ночью крепко спать. Уж так смелелась. Потерпела. Тамит мне плотский голод тела. Затем покоя я. Не знаю. Ах, чего? Кто это все придумал? Кто придумал эти костюмы? Кто это все насочинял? Потому что это и выглядит совершенно каким-то нереальным образом. И это можно и с кукольным театром каким-то образом связать. И со всем чем угодно. С театром иллюзии. Я не знаю даже, какие слова подобрать. Потому что я такого не видела очень давно. Юля постоянно говорила, что Денису Сергеевичу нужно срочно ставить Брехта. Почему нет? Ну, по костюмам. Художник по костюмам. У нас в этом спектакле Елена Соловьева. Тот же самый художник, который с Таней Таней номинирован. Но понимаете, здесь такая штука. Это не самостоятельная ее работа как художника. В любом случае идет от замысла режиссера. То есть был замысел, под который работают все уже. И художник по костюмам, и композитор, и актеры, и так далее. То есть есть замысел, а дальше уже начинают все его пытаться реализовать и внести что-то свое. Поэтому базовая задумка, идея, это была моя. А разработка и уже детальная проработка костюмов – это Елена Соловьева. Конечно, она художник по костюмам в этом спектакле. Ребят, жарко, неудобно в костюмах? Как у них внутри находятся? Очень хорошо все. Комфортно? Легко, комфортно. У меня теперь есть замечательное оправдание. Они все время ругают, что жарко, что неудобно вылезать. Теперь я буду этот фрагмент снять. Все, а зрителям в зале тоже жарко, поэтому мы в равных условиях. Да, у нас есть замечательные программки, которые, если зрители пойдут... Там придумана программа, как веер сделана, и перед спектаклем продают. Умный зритель, он, значит, смекалисто быстро соображает, что 2.20, и ему это пригодится. Они еще пока собираются, уже пригождаются. Да. Так вот, и наступает момент в спектакле, когда они понимают, что они просто совершили глобальную ошибку, не купив... Не купив программу. Вот где коммерческий ход-то был на самом деле заложен. Один маленький ходок. Я прошу зрителей, покупайте программки, они могут пригодиться. Не скупитесь, покупайте программки. А еще к концу спектакля тогда начать продавать тут уже... То есть остановить спектакль, как жарко, еще раз, 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 продали еще программки, продолжили спектакли дальше. Ну, тоже вариант. Ребята, я знаю, что многие актеры, когда тяжелые физически, получается, есть же спектакли, да, которые тяжелые физически, тем более вот такие действительно костюмы худеете во время спектакля, есть вот этот момент, что потом, хух, 3.500 минус. Бывает. Это хорошо? Это прекрасно. Не для фигуры даже, а для осознания того, что на полную отработал на все 100%, что не ленился. Вот у Любаши, надо спросить, ее пернета вынуждает похудеть периодически. Да ну, наверное, приятная легкость. Что скажут толстяки? Я не знаю. Ну, тут есть момент, когда необязательно, что ты, если ты не похудел на 3,5 килограмма, значит, ты не отработал. Нет, это необязательно. Зима, значит. Значит, зима, да. Я даже не знаю. Если ты, наверное, хотел похудеть, то это приятный момент, что, фух, наконец-то. Еще и похудел. Еще и похудел, отработал, похудел, вообще все замечательно. Сколько в год театр делает премьер, и есть ли какая-то определенная цифра, к которой нужно стремиться? Или вот сколько родилось, столько родилось? Вот мы абсолютно, знаете, гневить Бога здесь не нужно, но мы, я считаю, что счастливые люди, потому что там никто никаких нормативов не ставит. Что мы должны. Три, четыре, две, там, пять премьер. Вот у нас как получилось. Был сезон предыдущий, когда мы открыли детским спектаклем «Айда Мыца», к восстановленным спектаклям, еще поставленным в 2002 году, Эльвира Анатольевна. Потом мы в этом сезоне, в сентябре открыли, в этом сезоне, в феврале, да, но если сезонами смотреть, в феврале мы выпустили постскриптум по «Сартру» и закрыли сезон еще одним детским спектаклем, восстановленным, это «Иванушка». Тоже поставленным Эльвира Анатольевна и Дульщикой в 2009 году. А дальше следующий сезон, например, у нас начался таким образом. Мы в декабре, нет, мы играем спектакли, да, а в декабре мы выпустили «Таню Таню». Дальше у нас получилось, что совершенно не было времени на что-либо другое. Мы начали работать над фарсами. Там фестиваль «Помост» в апреле, огромное событие, которым огромнейшее по подготовке требует время. Потом уехали на фестиваль «Мало городов России», все параллельно репетируя фарсы, да, и вот получилось за прошлый сезон, за весь, была одна премьера «Таня Таня», но большая подготовка вот к новой премьере, она вышла 12 ноября в этом году. Почти год, допустим, если говорить о премьерах, да, почти, ну, 11 месяцев не было новой премьеры. Но при этом театр играет все свои спектакли, он занимается еще и проведением фестиваля, поездками на другие фестивали, поэтому здесь нет такого ощущения, что если мы не выдаем премьеры одна за одной, то театр ничем не занимается. Нет, работы очень много, проектов много, и проекты в мастерской, и проекты на клуб «Ракурс», и всевозможные идеи есть, которые, надеюсь, в юбилейный год мы реализуем. Сейчас чего? Занимаемся чем? Дураков выпустили? Прямо коротко, какие планы, кроме подготовки к «Золотой маске»? Вот артисты интересуются. Пусть, пусть интересуются. У меня есть несколько вариантов, что ставить, я пока никому об этом не говорю, потому что надо начать самому определиться. Сейчас я до конца пойму, они как раз отдохнут от корабля дураков, через недельку мы сделаем читку и почитаем новый материал уже окончательный, и можем тогда уже о нем говорить. Но мы еще «Фрекин» восстановили. Да, сейчас у нас будет 26 ноября возвращение спектакля «Фрекин Жюли», как раз вот заняты вот эти два замечательных актера, и Юлия Бакурадзе, кто играет «Фрекин Жюли», Кристину играет Алина, Жанна играет Даниил, и этот спектакль мы играли последний раз два года назад в Театре нации, как победители малых городов России. 25 ноября 2013 года мы играли его на сцене, на малой сцене Театра нации. И потом по разным причинам мы этот спектакль не могли играть, и теперь спустя два года мы его возвращаем в репертуар, поэтому добро пожаловать. Вот первый спектакль, с которого началась новая грань. Очень рада, я думаю, что зритель потянется, тем более такую мини-рекламу тоже сделали. Спасибо вам огромное, что пришли. Удачи вам желаем на «Золотой маске» и вообще со всеми вашими начинаниями. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...